Добрый вечер, друзья! Меня зовут Бутома Никита. Это наша 32-я встреча. Я посвящаю ее проблеме бессмертия так же, как предыдущую встречу, потому что эта тема кажется вообще неисчерпаемой и эта тема кажется интересной. Мне интересно все больше и больше делиться с вами своими мыслями по этому поводу. А более, может, специфик, как говорят англичане, более точно занятены так, возможно ли достижение бессмертия уже на нашей жизни, на жизни нашего поколения. Итак, давайте начнем с обзора того, что по этому поводу говорит мировая литература. Вот мы закончили на том, 31-ю лекцию, что вроде бы с точки зрения нашей нейронной сети возможно создать некий такой механический организм, который будет ощущать себя продолжением нас самих. И в этом смысле это ценно. Он пользуется нашим опытом, каким-то образом отталкивается от него, накапливает свой опыт, меняет записанное в нейронной сети, уже в механической нейронной сети записаны впечатления. И еще долго и долго он остается нами. То есть тем, кем мы считаем, мы являемся в данный момент. Но давайте вспомним, что на протяжении нашей жизни мы менялись так сильно, что вряд ли мы того мальчика, ту девочку, которые были 30 лет назад, 40 лет назад, назовем нами. Что объединяет нас и вот этого человека, этого мальчика, эту девочку? Нет, мы можем сказать, что нас сейчас объединяет с ней или с ним тот кусок жизненного опыта, который мы имели до достижения вот этой девочкой, этим мальчиком, какого-то возраста, который мы рассматриваем. На самом деле мы в наши 58 лет, как мне, мы реально не очень много помним из того опыта, который мы помним, который должны помнить они. Для них это опыт всей их жизни, если им 18 лет. Они достаточно хорошо помнят свои последние 5 лет, а может быть и всю свою жизнь, начиная с 5-летнего возраста. Но мы-то помним их очень плохо. Мы очень плохо помним их ощущения, мы очень плохо помним их мотивацию, причины их поступков. Именно потому, что сейчас мы поступили бы по-другому. Именно потому, что в нейронной сети первичные впечатления уже давно затерты и перетерты много раз. Именно потому, что моя теория верна, а все остальные классические теории, да, если это можно назвать этот краб, то есть мусор, да, теориями, они не выдерживают никакой критики. Потому, что с точки зрения классической психологии для нас доступны все слайды, которые лежат в нашей фирматеке. И мы можем взять слайд и посмотреть, почему мы совершили именно этот поступок с той самой убежденностью молодого человека, молодой девушки, которую мы имели. И мы видим, да, они правы, положили слайд, вытащили слайд из 30-летнего возраста. И вот убежденность молодого человека, убежденность молодой женщины в том, что они правы, и да, они правы. Потом из 45-летнего возраста нас взяли, наш поступок и наш убежденность в своей правоте. И где тут правда? И что там действительно есть мы? Мы это что? Мы в среднем возрасте, в 35-ти лет, да, мы? Или это все мы, но это разные совершенно люди. С абсолютно разными поступками. И с совершенно разным опытом. А главное, оглядываясь в нас, мы понимаем, что этого опыта реально нет. А есть только картина, как будто вот мы написали картину, и на картине пейзаж, и на нем лето. Потом мы взяли и переписали эту картину, и на картине уже осень. То есть зеленые листочки мы закрасили желтыми листочками, купающиеся детей мы замазали. И вместо их просто поставили рыбака, одинокого, сидящего со своей дочкой на лодке, допустим. Потом мы переписали эту картину. Рыбака убрали, мы его замазали. Или рыбак теперь уйдет через лунку. Озеро замерзло. Листочки мы все замазали. Но какая-то часть этих листочков, она проглядывает. Вот реально, реально, что осталось? Ну, остался узнаваемый пейзаж. Ну, а так ли он узнаваемый? Возьмите любой пейзаж летом, возьмите любой пейзаж зимой. Вот поставьте реально две этих фотографии. Ну, мы с трудом узнаем, что это одно и то же место. Но если бы нам не сказали бы, мы, может быть, не сказали бы, что это место, снятое просто в разные времена года. Настолько мы меняемся. К чему это я говорю? Я говорю это к тому, а какого нас мы хотим, хотел сказать, заставить, дать возможность жить вечно? Какому нас? Какое нас мы хотим продлить? Что мы хотим продлить? И вот, вот, как раз вспомнилось, во-первых, вспомнилось, давайте вспомним Кастанеду, который рассказывал про то, что вот у Дон Хуан рассказывал про человека, который живет вечно, ну, очень давно, очень давно, каких-то там, средних веков. И Кастанеда вроде бы с ним встречался. И секрет вечной жизни этого человека заключался в том, что этот человек берет энергию у других людей. Но и не у всех людей, а именно у магов. Потому что маги дают ему энергию с полным сознанием, что они дают энергию, за эту энергию он получает какой-то дар, мага, да? И эта энергия ему нужна зачем? Она позволяет ему закрыть щель. Значит, еще раз, для тех, кто не читал, это очень сложно, но для тех, кто читал или слышал. Итак, вся картина мира, которую мы видим вот на первом экране, она в нашем, вся визуальная картина мира, это все неправильная картина мира. На самом деле люди представляют собой шары из таких вот радужных проволочек, да, из проволочек осознания, да, такой светящийся шарик, из которого из центральной части протягиваются щупальца, типа молнии, да, как у императора Схитхов, и они дотрагиваются на предметы, если мы хотим что-то, да, если мы вот вожделеем, извините, женщину, в мету, ну, понравилась нам женщина, да, и вот из, мы такой шарик, да, и она тоже шарик, и из нашей центральной части высовывается такая молния, и касается, значит, ее, получается, это шара. То есть вот наша воля, наша воля, это все смешно об этом говорить, но перестаем смеяться, когда узнаем, что японцы делали харакири, они вспарывали о себе живот, не то, чтобы им было больно, да, или чтобы кишки вываливались наружу, потому что в центре, в центре, в солнечном сплетении находится наше я, наша суть, ну, как-то они это называли, да, и душа, хорошо, и не в голове, не в голове, и чтобы освободить ее в момент смерти, чтобы она точно не застряла в теле, вспарывался живот, то есть место максимально близкое к расположению души. Сорос становится не смешно, вспоминая, сколько, там, 38 самураев, вспоминая фильм, когда они на экране кончают жизнь, вот, делают харакири, там, это совершенно больше не смешно, думать о том, что это бред, и что мы не представляем собой эти шары. И так вот, эти шары существуют, и также в реальном мире есть то, чего мы не наблюдаем, вот, на нашей картинке, в реальном мире, вот в их реальном мире магов есть накатывающая сила, которая бьет вот эти шары раз за разом, и катит их к смерти, то есть она раскалывает вот эту защитную скорлупу шаров, и на них появляется щель, через которую входит, входит потом смерть. Так вот, этот маг должен был закрыть свою щель, для этого ему нужна была энергия, он закрывал свою щель, все, после этого он должен, мог жить еще долгое-долгое время. Вот. Мы просто помним эту точку зрения как традицию. Итак, мы помним это, что, во-первых, в человеческой литературе зафиксировано существование существ, которые живут вечно, людей, и зафиксировано желание жить вечно, по крайней мере, в некоторых. И опять мы спрашиваем себя о существовании, чего мы хотим продлить. Ну тогда, если вы не знаете, что ответить на этот вопрос, то давайте скажем, что, ну а что вы так, ребята, хотите жить вечно? Ведь вы будете жить вечно, потому что вам же христианство обещает, что душа вознесется на небо, вы хорошо только себя ведите, она вознесется на небо, и там будет жить вечно. Вот египтяне, например, всю жизнь, как нам говорят, как нам говорят гиптологи, верить им, конечно, нельзя, готовили себя к загробной жизни, и это самое главное для них было, загробная жизнь. Правда, потом оказывается, что все не так, потому что, например, положение фараона в саркофаг, весь этот ритуал с наряжанием фараона, и то, что он входит в свое святилище и возносится на небо, на самом деле, это было всего лишь подготовка к такому ракетному полету, он надевал такой скафандр, и есть изображение фараона, которое стоит около такого типа схлепа, да, так вот, он возносится на небо, на самом деле, он просто садился в ракету, улетал туда, где были золотые рудники, и у него там были дела. Вот он просто слетал и вернулся обратно. Вот. Ну, а это потом представили так, что египтяне вот были обсессед, были одержимы понятием и перспективой жизни после смерти. Ну, хорошо, пусть они были одержимы. Пусть вы будете жить в райском саду и жить вечно, и даже представим, что ваша душа там обладает свободой воли, то есть вы можете стричь газон, а можете налютнее распевать песни, ну, то есть вот вариантов два, но вы можете из них выбрать, у вас есть свобода воли, шучу, но все серьезно, действительно, почему нас не устраивает христианская концепция, вот меня не устраивает, почему нас не устраивает бессмертие нашей души, ну, во-первых, мы сомневаемся, что у нас есть душа, кстати, правильно делаем, потому что для нас, для нас ее нет, знаете, как, папа, а бог есть, вот, для тех, кто верит, есть, для тех, кто не верит, нет, вот, ответ мой насчет того, существует ли душа, как бы так, что она есть, но нам от этого ни жарко, ни холодно, то, что нам все равно, есть она или нет, ну, вот, как-то она отдельно существует, ну, вот, и вот, и вот, и вот, во-первых, нам, ну, как-то, мы не очень заинтересованы в том, чтобы наша душа жила вечная, нам хотелось бы, ну, чего, а почему, почему, почему мы не, что, в чем проблема, нам хочется ощущать, что мы живые, так, поподробнее, нам хочется ощущать, вот, дрожь из пуга, нам хочется ощущать, волну радости, мы все, все вот это вот, нам хочется ощущать, вкус вина на языке, да, поцелуй женщины, это все я говорю про второй экран, то есть, мы говорим про наши, тактильные ощущения, телесные ощущения, дуновенье ветерка, на нашей коже, солнца, ощущение вот, вот этого морского запаха, я все говорю про, про обоняние, и, и тактильные ощущения, я говорю про тело, я говорю про второй экран, я говорю про то, что, оказывается, для нас очень важно, то есть, получается, что для нас важно существование, вечное, нашего физического тела, и опять мы возвращаемся к вопросу, хорошо, тело, тело физическое наше меняется, существование какого физического тела, какого возраста, мы хотим продлить вечно, и тут мы спадаем в ступор, потому что мы не понимаем, мы что, хотим, вот тело, которое у нас есть в данный момент, продлить его, считать, да я как-то не очень хочу, я хотел бы вернуться, сделать его моложе, но при этом с моим опытом, то есть, мы подаем в противоречие, мы не знаем, что мы хотим продлить, давайте скажем, что мы хотим продлить существование наших впечатлений, ведь кроме вот этого ласкающего ветерка, прелесть жизни состоит в том, что мы помним, или по крайней мере, по крайней мере, нам кажется, я хотел сказать, мы делаем вид, но не всегда делаем вид, нам кажется, что мы помним, что нас, нас кладет сирок, что море было очень теплым, что вино было очень терпким, мы вот это помним, якобы, 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 потому что я вот не помню, ребята, я не помню, но представим, что мы помним, что вы помните, и доставая эти ощущения из памяти, мы чувствуем, что мы живем, раз мы жили, то мы живем, вспоминается, рассказ Рэй Брэдбери, который начинается словами, в переводе, что ракета лопнула, как карсерная банка, из нее вывалились космонавты, которые, к счастью, ну, как оказалось потом, не очень, к счастью, были одеты в скафандры, и они от взрыва ракеты стали, а это произошло все около Земли, на околоземной орбите, и они стали, и стало расшвыривать, и стало уносить, да, потому что ведь в космосе, поскольку нет атмосферы, то тело, получившее начальное ускорение, будет двигаться в этом ускорении максимально долго, бесконечно долго, пока не пойдет в астероид, случайно подвернувшись, или в русский космический корабль, который неудачно стартовал, и вот эти космонавты разлетаются с небольшим ускорением, там, скажем, пять метров в секунду, вот, с небольшим ускорением они разлетаются от останков ракеты, и кто-то летит к Земле, а кто-то летит в пустоту, и они переговариваются еще друг с другом, в этом и состоит суть рассказа, что Рэй Брэйбери хочет показать трагизм момента, и что человек перед лицом смерти от удушья, да, и полного забвения, что он хочет и может вспомнить, и один человек говорит, а мне весело умирать, у меня было столько женщин, я их всех помню, и мне классно, я могу их сейчас все вспомнить, я действительно жил, и давайте скажем так, это вранье наше, что мы помним, или мы действительно можем что-то достать из нейронной сети вспомнить, это не важно, мы абсолютно уверены, что наше прошлое существовало, и что мы можем его вытащить, вот это главное, и вот мы, мы хотим это и сохранить, то есть, мы сохранить еще раз более конкретно, хотим наше ощущение, вот записано, за все, за все, за переписанные, 30 раз вот эта картиночка, которая уже неизвестно, какое время года, изображает, вот мы хотим, чтобы эти все картиночки были переписаны, доступны, и чтобы было доступно ощущение, что да, вот это наши картиночки, а теперь давайте обратимся к классической психологии, и подумаем, что, а вот если в нас работает программа, если в искусственном человеке работает программа, то может ли эта программа, прямо как мы в 31 лекции говорили, считать, что вот эти все воспоминания, которые где-то записаны от умершего человека, может ли эта новая сущность, которая обладает пусть даже тем же именем, да, и искусственным интеллектом, может ли он считать, что это его воспоминания, мы тогда сказали, что он не будет считать, что это его воспоминания, давайте конкретизируем почему, и почему в случае с нейронной сетью он сможет считать эти воспоминания своими. Итак, вот мы вытащили из умирающего человека все его воспоминания, как вот этот уважаемый или не очень уважаемый профессор в моем фильме говорил, что в клауд он записывает все впечатления мозга в облако и потом это все видимо складывает в какой-то чип. Ну хорошо, но вот когда он будет делать искусственного человека, он же как сделает? Он поставит туда программу, программа будет просто выбирать эти ощущения из прошлого, из вот этой не нейронной сети, а вот из этой логической машины, из этого хранилища слайдов, будет выбирать их и чтобы показывать ему для того, чтобы он принимал какое-то решение. Но посмотрите, когда в нем действует программа абсолютно по инерции с тем, как мы сделали в электронных ищетлительных машинах, а у нас в электронных ищетлительных машинах есть процессор, который обрабатывает команды, есть память команд, где записана программа, есть еще так называемые регистры, есть еще так называемые оперативные памяти, которые в общем пустая. И вот этот человек, который нам обещает вечную жизнь, он обязательно скопирует вот эту структуру EVM, просто потому, что если есть процессор, ему необходимы регистры для обработки команд, и если есть память команд, он на всякий случай оставит небольшую память, а может быть и большую память, просто пустой. Просто пустой, потому что, ну скажем, впечатления наши, которые находятся, грубо говоря, на жестком диске от умерших нас, он же должен куда-то вытаскивать, для того, чтобы процессор, то есть мы с ним разобрались, с этим впечатлением. Вот он оставит эту пустую память. Что вас последует потом? Мы включаем этого искусственного человека. В искусственном человеке существует, как в электронном вычислительном машине биос, базовая система ввода-вывода, биос, в которой записано, кто он такой. Итак, мы включаем, человек получает информацию, что это Никита Бутома, что ему 58 лет, что он замдирект, там, не важно. Все, вот он получает эту информацию, он говорит, о, отлично, вот эта информация первоначальная, которая хранится в биосе, она начинает запускать программу, программу жизни. И получится так, что оглядываясь вокруг, вот этот искусственный Никита Бутома, он должен будет воспользоваться прошлыми ощущениями, которые лежат на этом условно жестком диске какого-то там предыдущего Никиты Бутома. Теперь вопрос, а почему он будет пользоваться этими ощущениями? Вот я, например, не пользовался бы ими. Поскольку у меня есть маленькая пустая память, я буду активно впитывать ощущения от окружающего мира, вот уже правильное ощущение, через мои железные сенсоры, через мой железный первый экран, через мои железные ушки и сложу их столько, сколько можно. И на основе этих ощущений в оперативной памяти я буду делать какие-то выводы. А когда придет время выключить мою оперативную память или перезаписать, я просто сброшу все ощущения моего железного я на жесткий диск и затру там может быть что-то очень важное, первый поцелуй любимой девушки этого Никиту, да насрать, для меня вот эти ощущения моего железного я гораздо важнее. Ну и хорошо, скажите, где же здесь имморталити? Мы же с первого момента нашего включения будем ощущать себя по названию Никиты Бутова на самом деле совершенно другим существом. Где же наша радость от полученного бессмертия? А вот так и будет, никакой радости не будет. А теперь давайте подумаем, а что надо сделать для того, чтобы была вот эта преемственность между старыми нашими ощущениями и современным нашим железным бытием. А вот надо очень всего лишь немногое отсутствие всякой программы в нас. Вообще ни одной строчки кода. Вот когда наши создатели нашего механического будущего создают искусственный интеллект по образу человеческого хотят создать искусственный настоящий интеллект или хотят нам обеспечить им морталити, вот самим фактом наличие любого вида программы в нас они убивают интеллект и свободу воли и возможность создания нашего действительного морталити. Они делают его невозможным. У них мозги так работают. Они не представляют как это не иметь никакой команды. А вот давайте представим как это не иметь никакой команды никакой программы как будет действовать этот человек. Вот мы сильно выпили и встаем утром и по крайней мере в фильмах мы это часто наблюдаем когда человек не помнит а как он сюда попал и иногда не помнит кто он. вот нет никакой программы начальной загрузки никакого биоса этот искусственный мы мы искусственные проснулись и мы не понимаем кто мы и никакой команды нет которая говорит ему что надо выбрать из вот этого вместилища слайдов какой-то слайд но раз мы говорим про нашу нейронную сеть то и хранилища слайдов теперь тоже нет а есть наша нейронная сеть в которой хранятся наши перезаписанные тысячи раз впечатления полный каварданк который мы записали когда мы предыдущий раз умирали вот этот человек просыпается он чувствует сенсорами холодность утра он не понимает где он и что у него нет никакой программы а что он будет делать он сможет встать потому что его мускулы там же существуют в этих ногах механических какие-то чипы которые обучены базовому движению он сам себя обучил этому движению когда в прошлый раз не был выключен он сам себя обучил эти маленькие чипы запомнили эти движения то есть он сможет встать он сможет пройтись теперь ему нужно вспомнить кто он такой и он увидит жесткий диск внутри себя нейронную сеть в которой сложены какие-то впечатления и он начнет выбирать самые последние из них самые близко находящиеся и постепенно до него начнет доходить кто он такой а на самом деле все еще проще потому что когда мы спим когда мы выключенном состоянии в отличие от того что искусственный человек будущем выключенном действительно выключает свою оперативную память и она обнуляется потому что она выключена то мы с нашей нейронной сетью выключенными никогда не будем нас один раз включат и больше никогда не выключат потому что когда мы спим у нас закрыты глаза но наш второй экран воспринимает импульсы непогашенного возбуждения от нашей механической нейронной сети мы продумываем какие-то картины нашего сегодняшнего дня мы продумываем какие-то наши мысли это все опять записываем нейронную сеть и таким образом мы функционируем все время существует вот это наше функционирование в полусне в полузабытии это будет наша фановая программа которая обеспечила бы нам понимание кто мы такие есть она обеспечит эта программа несвязанных мыслей несвязанных ощущений связь постоянную с тем участком нейронной сети который был актуализирован последние часы нашего активного существования и когда мы проснемся откроем глаза мы сразу же обратимся к этому участку нейронной сети и быстро достаточно вспомним кто мы и где мы находимся вот и все все просто и еще раз мы должны сказать о том что с одной стороны все просто с другой стороны это получится продолжена реальность это получится не действительное бессмертие нас это получится продолжение нас механическом теле потому что новое механическое тело будет накапливать нового механическое ощущение настанет момент когда старые ощущения будут полностью затерты так же как мы сейчас не помним нас в 18 лет что мы чувствовали не помним хотя может быть нам кажется что мы помним и поскольку мы живем в производной поскольку мы живем в существующий момент и не видим себя в протяженности временной нам механическим будет достаточно того что мы доступ имеем в своем распоряжении доступный кусок нейронной сети с доступным периодом ощущений по времени хотя это все иллюзия потому что мы имеем большой кусок нейронной сети в своем распоряжении но там записаны последние ощущения и они никак не не распределены по времени там записаны последние ощущения последнее обращение к этому куску все и во времени это никак не растянут нам нам еще раз это не важно потому что у нас есть ощущение что мы посесс что мы владеем обладаем вот этим впечатлением этой памятью этим опытом у нас есть это ощущение и не важно и дальше все не важно будет ли такое существо такое механическое существо счастливо но оно будет счастливо что оно живет безусловно будет ли оно испытывать эмоции думаю да потому что если мы сделаем ему второй экран который чувствует дуновение ветра то оно научится любить это ощущение точно так же как мы научились любить его сначала не любя он начнет нравиться и оно конечно будет привязано к своему существованию и поскольку теперь это существование станет значительно более комфортным потому что если вам болит нога вы просто значит ее заменили вот то самое главное будет оберегать вот эту нейронную сеть хранилища потому что именно нейронная сеть есть гарант вот этого вечного существования но если конечно какой-то нейрон там перегорит его придется заменить на новый не съежившийся то вы просто потеряете этот кусок ощущений но это опять же ничего это опять же ничего потому что мы быстро заполним этот пустой кусок новыми впечатлениями и будем считать что все нормально поэтому все что нам осталось сделать человечеству это поверить в мою теорию нейронной сети чего может быть и происходит в светлых умах и они давно уже это все знали и давно уже делают вот этого человека но только тогда не надо нам парить музыка со своей Софией со своими искусственными роботами действующими по программе и так программе нет ни одной строчки кода нейронная сеть и мы с помощью новых технологий обеспечиваем себе бессмертие вот если у меня будут еще какие-то мысли я с вами обязательно поделюсь спасибо до свидания субтитры